Эй, ребятишки, улитки дали вам возможность прокачивать вертолеты танками. Чтобы это сделать, нужно открыть окно ветки вертолетов и нажать вот эту галочку. Теперь все ваши очки, заработанные на наземке, пойдут на вертолеты. Вы спросите, да я эти вертолеты никогда в жизни качал, откуда мне знать, что вообще хорошее, а что нет. Именно для этого я записал этот ролик. Я летал на всех вертолетах в игре. Прекрасное жизненное достижение. И сейчас вкратце, но по существу, расскажу о каждом. Говоря о вертах, я буду использовать три цвета и помечать верт в зависимости от его эффективности на данный момент. И, конечно же, будет много красивых вертолетных фрагов. Гоу! Первый вертолет США является полной бесполезностью. Кто-то скажет, ну армии Нурсами тоже можно играть, я даже не буду спорить. Вы можете так играть, вы можете даже любить это, но это неэффективный способ. У нас игра про ваншоты в батле, например, в Battlefield. Нар это прекрасное оружие, но в Тундре это билет в один конец. Тот факт, что они есть в игре, никак не говорит о том, что для них есть геймплей. Второй вертолет США у H1B является полной бесполезностью, но уже по другой причине. После Нерпоптуров его AGM-22 стали очень слабы. Во-первых, они медленно летят. Во-вторых, они очень крайне плохо управляются. Это работа только по стоящим целям. Идем дальше. Как мы видим, после Хьюи мы можем уйти на Little Bird или на основную ветку. Решать вам. Вот что я хочу сказать. У H1C есть уже адекватный ТОУ и он играбельный. И, конечно, вам нужно идти по этой ветке, если вы хотите исследовать более старшие вертолеты. Но давайте на секунду остановимся на Литлике. У Литлика есть две проблемы. Первая проблема. У него нету ничего для борьбы с авиацией. А на 10.0 это критично. Вторая проблема. У него всего 4 Hellfire, а это в среднем 1.5-2 фрага. Его вооружение не тянет на такой БР. Но так как он мне просто нравится внешне, и в целом никнейм Birdie, это в честь его, come on guys. Хотя он далеко не самый эффективный. Он шустрый, прикольный и специально для вас у меня есть маленькая фишка. Создайте ему сетап из двух Hellfire, двух миниганов, на всякий случай, и одного блока 282-х у РВП. Поясняю. Они пробивают только 41 мм брони, но они достаточны для уничтожения зениток и картона. То есть Hellfire вы оставляете на танки, а 282-е тратите на оцелоты, БМПшки, деривации, штурмы, хризантемы, стрелы, ага, и прочие картоны. Проверено лично, это рабочая тактика. Идем дальше. А H1F это Кобра. Играбельная, и у нее уже есть тепловизор. Она все равно не имба, как и никакой вертолет за США. Спойлер. Но на ней приятно летать, и приятно делать вэщи. Суть тактики шкериться по низам и стараться вообще не светиться для вражеских самолет. Далее у нас идут Апачи. Они в игре все плюс-минус одинаковые, и особых различий в геймплее нет. Поэтому я сейчас поясню за Апачи в целом. И просто запомните концепцию. Апач хорош против наземки. Всегда проигрывает опытному вихреводу. Это советские вертолеты, кто не в курсе для новичков. И умеренно играбельны против самолетов. Фишка его ракет Hellfire. Они летят очень медленно и летят горкой. Это дает неудобство. Вы не перестреляете ни вертолет, ни ЗРК. Против других вертолетов вы вынуждены бороться с близких дистанций. Пускай несколько Hell of в короткий промежуток. У них нету радиовзрывателя. Так что нужно точно попасть в вертолет. Поэтому шкерьтесь. Особенно от вражеских вертолетов. Подкрадывайтесь. Такие Апачи. У нас остался Вайпер. И к нему применимые слова про Апачи с той лишь разницей, что Апачи стингеры. А у Вайпера сайдвиндер эльки. Они когда-то были хороши, но потом их нерфанули. Плюс мне он нравится внешне. Сейчас это мой самый любимый вертолет. И давайте по-быстрому пробежимся по премам. Акционный бесполезный H-34, который еще будет ветки Франции. У H-1C ветки такой только здесь прикрутили пару пушек. Сейчас он доступен вам для продажи, может быть, еще несколько дней. Полковой Апач неплохой на 10.7, но у него абсолютно нету ракет воздух-воздух. То есть он очень уязвим против авиации. И греческий Апач. Ничего необычного. Обозначая цветами эффективность, я сделаю так. Как видим, ветки вертолетов США имп не обнаружено. Гоуем дальше. Первый немецкий вертолет куда лучше первоамериканского. Боится самолетов очень сильно, но позволяет сделать 2-3 фрага наземных и немного доколупаться до вражеских таких же новичков вертолета. Второй верт это UH-1D с теми самыми АГМ-22, которые очень плохи. Скипайте. И вот здесь встречаются два разных вида геймплея. У нас есть бошки и у нас есть два Ми-24 премиумный и линейный. В чем суть бошек? Это проворный гном вертолет, только с птурами. Нормальными, но абсолютно не защищен от авиации. Мишки же являясь очень толстыми. Имеют на борту гораздо больше вооружения. Против 8 птуров и бошек у мишки есть птуры, плюс пушки, плюс ОРВВ. Выбирайте между проворным вертолетом-разведчиком и летающей крепостью. Не поворотливой, но в целом более опасной. Топов же вертолет Германии стал притчевой языцах. Кто на нем летал, тот знает, что они самый простой. Кто на нем не летал, тот считает, что это супер-мба. Хе-хе. Почему так? У него единственного в игре есть ракеты вертолетные, выстрелил и забыл. Парсы. Но с ними много сложностей. Например, если танк стоит в поле, но малая его часть спрятана за камнем, игра не даст вам залочить вашу ракету и, соответственно, не произведете пуск. Если цель при уже пущенной ракете проедет, просто вдумайтесь. Хотя бы кустик, ракета самоуничтожится. 8 парсов на практике, это не 8 фрагов, это 2 фрага. Они очень хороши против вертолетов, это правда. Особенно против вихреносцев, которые, будучи на имбе, тупо висят у всех на виду. Но Тигр наш очень слаб против авиации. У нас нет пушки и у нас стингеры на 1.7. О, против очень серьезных советских самолетов. Нечестно, но лучше у разработчиков для немцев почему-то нет. Не самый плохой вертолет, но сильно с ситуативной эффективностью. Маркируя ветку цветом, я сделаю так. Как видим, самые нагибучие здесь мишки. Первый вертолет СССР Ми-4. Это волшебник на голубом вертолете. Это нонсенс, а не вертолет. Нет, это лучше, чем Кобра, потому что тут есть Птуры. Но это просто летающий батон. У него Птуры и Фаланга. И запомните вот что. Все советские вертолеты с Птурами Фаланга плохие. Все остальные вертолеты с ракетами Шторм, Атака, Вихрь особенно, играбельные. Тут вы видите, нет маленьких машиноподобия Бошек. Тут много места и много вооружения. Я могу выделить К-29. На мой взгляд, это самый няшный вертолет в игре. Что за булочка? Я на нем совсем недавно полетал первый раз. Он прикольный. И, конечно же, нельзя не выделить три самых сильных вертолета в игре. Премиумный К-50 и линейный Ми-28НМ и К-52. Лучше в игре ничего нету. Это самые сильные верты. Почему они такие? Ракеты Вихрь. В чем суть подробно? В описании я оставлю ссылку на ролик Вихри после нерфа. Их недавно нерфанули. И нерфанули так, что это все равно самые сильные ракеты в игре. Ребята, это просто must have. Вы должны хотя бы раз в своей War Thunder жизни попробовать на них полетать. Маркирую цветом и сделаю вот так. Первый британский вертолет является братом по геймплею первому немецкому вертолету. И тут же за ним следует Восп. Это такая группа. Но и вертолет. Они для начального уровня вполне играбельные. Но чудес не ждите. Дальше сильно лучшее. И хотя разработчики недавно жестко срезали линксом зум, линксы сейчас одни из самых приятных вертолетов в игре. Стингеры, хеллфайеры на 10.0. Прекрасно. Простый в управлении и эффективный. Хороший вариант для обучения. У нас есть прем-ройволк. Это такой африканский апачек только на другом вооружении. Первые впечатления от его ОРВП очень приятные. Но он сидит на 11.0. А значит в топе вы играть вряд ли будете. И наконец-таки британский апач. Который многие игроки считают супер имбой. Он не более чем хорош. Вместо стингеров, мистрайлей или элек. Это для новичков, поясняя ракеты воздух-воздух. У него есть старстрики. Что такое старстрики? Это вихрь в чем-то лучшее, в чем-то сильно хуже. У него нет радиовзрывателя. Зато у него есть три лома, которые почему-то крутятся. Ну я не против, пусть крутятся. Но вопрос в том, что иногда эти ломы не ваншотят, например, Ми-28. Их всего 4 штуки. Они окей. Но ими нужно пользоваться в режиме ручной доводки. И стараться никогда не тратить лишнюю ракету. Этот вертолет неплохо себя показывает против ЗРК. Супер-быстрая ракета роляет. Красим цветом. Получаем вот такую картину. Первый вертолет Японии мы выкидываем в помойку. У него тупо Майти Маусы, которые в игре вообще не Майти. У нас есть три Кобры, две линейные, одна анимешная. Это играбельные вертолеты. Но у Японии есть проблемы в сетапе. У Японии нет наземки в диапазоне 9.0-11.0. Это тупо. И разработчики что-то я не вижу, что спешат что-то с этим делать. А вертолетам в целом очень критично не играть выше своего БРа. Все Кобры окей. У S-варианта даже есть теплак. Как и у анимешного Кисаразу. И, конечно, уже у нас есть очень неплохой японский апатч на 10.7. На 11.0 его брать не надо. Я на него вообще зарабатываю японской машинкой с БРа 8.3. Понимаете, да? Он как полковой апатч за Амеров, только со стингерами. Я полетал на нем на расслабленном моде и сделал КД 120 на 40. Это тройка. Рисуем цветом, получается вот так. Китайцы, на мой взгляд, единственная нация в игре, у которой нет плохих вертолетов. Их первый Зай-11 это вертолет из GTA Vice City с тепловизором на 8.7. Дальше идет французская Газель. А, вполне себе играбельная. И целая пачка вертов, на которой все ноют. Да. Да. Да, это те самые китайские РВВ, которые сбивают все. Я скажу, что улитки нещадно нерфят БРами эти вертолеты. Вы купили З-19 премиумный? А за сколько? На 10.3? Так ему же 11.3 уже дали. Прикиньте. О чем тут еще говорить, хлопцы? Поэтому мы имеем хороший З-9W, хороший З-9WA, хороший З-19, хороший прем З-19E и терпимый З-10. З-10 имеет ОРВП, который еще медленнее, чем Hellfire. В целом, суд такая, насколько у китайских вертолетов хороши ракеты воздух-воздух, настолько же у них плохи ракеты воздух-поверхность. И у многих нету пушек. Они неплохие. Они хуже. Чуть-чуть. Чем о них принято думать. Рисуем тебе там вот так. О-о-о-о, это моя любимая вертолетная ветка. Первый вертолет, полная неграбельность. Второй вертолет, полная неграбельность. И третий, последний вертолет, прекрасная мангуста. Очень приятный верт. КД на нем держу около пятерки. Иногда в продаже появляются премиумный вариант мангусты. У него ракеты Сирит и Птуры Умпа-Лумпас. И он настолько хорош, в кавычках, что улитки вывели его из продажи. Рисуем цветом так и радуемся, что хотя бы один вертолет тут имеет смысл. Ветка Франции это крепкий, без чудес середнячок. Первый вертолет с Птурами. С двумя. Второй и третий вертолеты это Алуэты. Мы говорили про начальный немецкий вертолет. Это то же самое. Дальше идут средние газели. И у них есть маленький прикол. У них очень мало ракет, но вы можете взять у РВВ. Их очень мало, вы никого с них не собьете. Но они есть. И конечно же у нас есть два варианта Еврокоптера. Вы уже слышали о нем. Это немецкий топовый тигер Тайгер УХТ. Тут нет ракет выстрелил, забыл парсов, но есть пушки. В чем отличие? Тайгер Хэт топовый на 11.0. Это апачи подобная машина. Такой геймплей с хелфаерами и тактикой, которая была описана выше для апачи. Тайгер Хэп это прем на 10.0. Это у РВВ пушка, но не у РВП Аптуры на 4 километра дальности. То есть это прикольный вертолет, но для достаточно ближнего боя. Держу на нем КД 140 на 40 и сейчас сам удивился. Так я нормально летаю вообще. Anyway, рисуем цветом вот так. Первый шведский вертолет это Птуры, которые медленнее, чем гоночная машина. Это очень медленные Птуры и короче, пока они долетят, враг уже пойдет в следующий бой. Второй вертолет. Ничем не примечательный гном на 8.3, разве что садится на воду. А вот дальше уже идут ХК-9, которые очень похожи, вспоминайте, на немецкие бошки. Мы их обсуждали выше. Далее ветки на топ месте сидит обычный апач. И у Швеции есть еще один интересный прем. Ми-28. Давайте вспомним, что Литл Бёрд сидит на 10.0. Вспомнили. Четыре хелфаера. У Ми-28 пушка от Ка-52. С телеавтоматом. И 16 птуров. 16. Это имба. Нет тепловизора, но на 10.3 без него не очень сложно играть. После святой советской троицы это лучший вертолет в игре. То есть первые четыре вертолетных места у нас в War Thunder занимает Ка-52, Ми-28НМ, Ка-50 и вот этот Ми-28А. Честно? Не честно. Но рисуем цвета вот так. И наконец вертолеты Израиля. Чтобы вы не пугались, Дзефа это Кобры, Петтон и Сараф это Апачи, а Лохалютик это Литл Бёрдик. Пропускаем Дзефу А и первым играбельным будет Литл Бёрд. Кстати, это первый Литл Бёрд у нас в игре. Дальше идут дефолтные Кобры и три Апачи. Один прем и два линейных. Ветка очень похожа на японскую, но тут нет таких дыр в наземке. Ветка неплохая, но как и в случае с Америкой, имб в этой ветке замечено не было. Твета вот такие. Вертолеты в игре это интересный и играбельный класс с высоким порогом входа. Но к счастью, у вас есть Бёрдибуч, который на стримах всегда ответит и расскажет про любой вертолет и тактики игры на них. Надеюсь, мое видео вам помогло. До свидания.